Ну а сегодня, это у нас 30 ноября 2015 года, понедельник. Что у нас время? 6 часов 39 минут. Обычно помолимся утром, но я сразу в интернет начинаю смотреть. Просмотрел, ответил на вопросы. Вопросов сегодня маленько побольше. Но только на форуме три вопроса было. Вопрос легко задать, говорит, труднее отвечать. Ответил им, просмотрел, что у нас на ютубе делается. Между собой тут мусульмане доказывают, что как хорошо быть мусульманином. Православный отвечает, сектант выступает. Я нигде ничего не отвечаю. Почему? Главное, я сказал в ролике, а зачем мне это нужно? Если начинает он безобразничать, видно, что он пришел не на то место. Зачем ему? Ему это не надо. Тут он не найдет нужной пищи. С ним спорить тут не будут, у нас это не принято. Хотя некоторые, бывает, начинают пикировать между собой. И конца края нет никакого. Я как-то посмотрел один раз, у меня двое зашли, и друг друга они как-то понужают. До 30, кажется, раз выступил один, другой, один, другой. Ну и как маленькие пацаны, ну зачем это нужно? Пришлось просто все это стереть и их запретить приходить сюда. Им надо где-то пускай другое место ищут. У нас даются данные, знания по Святой Библии, по канонам церкви, по Святым Отцам. Это очень большой материал. И по Житиям Святым. Ну и, конечно, связующие слова, говорю, опытом жизни. Потому что у меня ни два, ни три года работы миссионерской, а 55 лет фактически. Ну и что спрашивать, 53 года тому. Так что... И вот сегодня через форум, в личку называется лично, Елена Морозова. Может быть, я ее знаю, но она пишет. Мир вам, я вы... Там мелко, я вынес в Word и здесь увеличил. Мир вам, Игнатий Тихонович. С большой просьбой к вам о создании небольшого видео, в котором будет дан ответ на трудные вопросы для людей, моченых. Вот, я показываю. Моченых, крапленых. Крапленых, как карты крапленые. Крапить, а не крапить. Люди иногда пишут букву вот эту вот А у них. Ну, крапленых. Это жульничество, шулерничество. Вот действительно крапленых. Я подумал, почему при том разные люди и пишут не, что крапили, а слово кропить. И крапленых. Тут понятно, что аналогия с чем-то дается. Крапленые карты. Готовых принять истинное крещение по канонам церкви. А уж по канонам церкви, значит церковь с большой буквы. Скайпа у меня нет, а переписка для вас обременительна. Видно, что не раз она приходит уже. Обременительна. Мне очень трудно писать, потому что я много лет работал на Украина-2. Такая пишущая машинка была. И там шире пипитер. И у меня пальцы хватает по разу. Я писал слепым методом, десятью пальцами. И я-то пишу сейчас. Но я пишу, допустим, если пять минут, то мне нужно пять минут или больше выправлять ошибки. А на пальцы мои, ну, я не могу ничего сделать. Потому что я провел, наверное, тысячи часов. Тысячи, не наверное. Ну, тысячи страниц печатал. Тысячи. И поэтому трудно, действительно, обременительно. Мне приятно сразу сделать что-то. Она это понимает и не настаивает на большее. А люди не понимают отвечать. Ссылаюсь в материал. Он не читает. Я ему заново должен отвечать. Почему мой ответ сегодня должен быть иным, чем вчера? Непонятно. Вопрос первый. Какие материалы необходимо изучить для проходящих оглашений? Хороший вопрос. Какие материалы? Вот этот вопрос мы сейчас и посмотрим. В первую очередь, изучить. И человек будет изучать, когда у него есть вера. Для веры нужно начало мудрости, страх Господень. Притча Соломона 1.7. Если страха Божия нет, ничего нет. Ян Златоуст говорит, что обещание будущих благ, Бог обещает рай, это меньше содействует спасению, нежели угроза наказаниями. Многие пренебрегли бы райские обители, если были бы свободны от наказания. Вот смысл в чем. Значит, иметь страх Божий, веру во Христа, что я грешник, погибший окончательно, но за меня умер Христос. Умер. Не просто это был хороший человек, а умер за меня. Вот этот Божий план спасения, что он берет грехи на себя, а Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, он не вмещается для двух миллиардов мусульман. Я уж не говорю про китайцев, которых веры вообще никакой нет. А то как так? Ну не так, пришел, говорит, богатый из-за меня заплатил. Никак не могут понять. Это сильно легкое спасение. То есть начинает... Вот почему это тайна. Тайна была от века сокрытая. Любовь заключается в том, что не мы возлюбили, он нас возлюбил. Я отдал сына своего, когда мы еще были язычниками, когда были грешниками. В это надо поверить. Поверить. По-человечески это непонятно, а как его любить? Это любить кого любить? Когда вот эти сейчас убивают людей, режут головы, но Господь и ему дает шанс покаяться. И что он убивал христиан, резал там мусульманин, за него тоже умер Христос. Значит, теперь она спрашивает именно о материалах. К материалам должен подходить человек с глубокой верой в эти материалы. Изучить, то есть знать Библию. Ну, патриарх дал указание, что нужно проводить катехизацию. И они проводят сейчас в храмах катехизацию. Я пошел проверить по нескольким храмам. Побеседовал с людьми, со священниками. Проводят? Да, проводят у нас. Но человек с улицы пришел, он первый раз его видит так. И последний раз. Он больше не придет. А по каким причинам пришли крещения принимать-то? Какие угодно. Ни одного нет, который пришел из-за того, что это заповедь Божья, необходима. Иное то, что я покрещусь сейчас, что натворил будущее лжеправославное. И мне спишется все. Это тоже не главная причина. Хотя это действительно так. Будет прощено. Ну, а как тогда? Ну, проводить надо занятия. Катехизация сколько? 20 минут. Это уже утомительно, 20 минут. И сколько? Бывает два занятия. Ну, два занятия. При общей массе человек пришел скорее уйти. Он ничего не понимает и не будет понимать. Нужна спокойная обстановка занятия. В отдельном помещении. Ответить на вопросы. Чтобы люди молились, соблюдали посты. Настрой создать. Этого ничего нет. Это все фикс и отмазка. Как было безбожество сплошное. Вот как в стране, в этой враше. Так и здесь. Так и в церковной сфере. Священники просто неверующие многие. И поэтому... Зачем ему? Ну, мы литургию, я вчера говорил. Литургию, которую Христос совершил и сегодняшняя. Сегодняшняя больше Христовой, где он преподает. В триста тридцать три раза. Некоторые даже этих данных-то, может быть, никогда не слышали. Литургия сегодня знаков без пробелов. Тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят три. А Христос совершил сто одиннадцать всего лишь только. Ну, и разделите, увидите. В триста тридцать три раза. Не лишь коли это. Литургия это богослужение. Никто ничего не знает при том. И литургию объяснить даже священники редко, который может все объяснить. Ему даже не преподают. Оглашенные, извините, вообще отменили, убрали. Ну, то есть, аховое положение. И вот какие материалы знать Библию? Вот у нас было это четыреста пятьдесят пятьсот часов занятия в университете. Я проводил когда занятия. Ну, это сравнить с тем, что сорок минут и пятьсот часов. Ну, что тут говорить? Какое сравнение? Так он знает все вопросы, считает Библию. Ему даются два поручителя. В это время ходят на работу к нему, домой, занимаются. Он занятия, кроме того, еще занятия, кроме университетских, здесь идут занятия еженедельно. Так это так получается уже не пятьсот часов, а семьсот. Ну, и сравни теперь семьсот часов и это. Необходимо изучить Библию. Ее знать очень хорошо нужно. Конечно, главное, это Новый Завет. Что необходимо ему знать? Каноны церкви. Если ты думаешь православную, а почему ты не католик, не баптист? Любой может спросить. Потому что ты видишь, что у них отступления больше, чем у нас. У нас тоже их хватает. Ну и что? Ознакомиться с житиями святых и увидеть, что там по Слову Божию, а что нет. Накоплено много, что не по Слову Божию. Святых отцов знать хотя бы то, что тебе необходимо. А что это? Ну, блаженного фифилакта, по крайней мере. Полное толкование Нового Завета с апокалипсисом. Мы по нему проходим. Из ветхих книг неплохо знать песню песней. И мы изучали, в эти пятьсот часов ходило противосектантский материал, спорное. Вот, допустим, сектант говорит так, а мы говорим так. Вот почему они думают, что иконы это идолы? Вот какие они доводы приводят из Библии? Отвечаем только Библией. Библией, ну и опытом церкви. Вот какие. Что? Какие необходимы изучить материалы? Мне вспоминается всегда Отто Юлевич Шмидт, исследователь северных полей. Он как-то пришел к преподавателю и говорит, что подскажите, пожалуйста, что я должен прочитать, знать, чтобы как культурному человеку это требуется, я не все время с математикой буду сидеть. Но он ему составил список. Он говорит, а так тут написали, это сколько нужно? Говорит, семьсот лет, чтобы все прочитать. Семьсот лет? Но я же не прожил столько. Ну поэтому тебе нужно из этого что-то выделить. Он, ну так что выделить, я не знаю, там Диккенс мне нужен или нет, Лев Толстой нужен, нет. Он написал именно то, что в библиотеке в советской нужно было, в советское время еще было. Ну он ему перечеркнул, без этого можно прожить, без этого можно, но оставил. А это сколько, чтобы в это узнать? На это сто двадцать лет. Сто двадцать? Так мне уже двадцать лет-то. Ну а остальное вложи как хочешь. Учись считать быстро. Меньше спи. Где-то что-то в сокращенном виде ты найдешь отзывы где-то. И вот я даю такой ответ. Нет, самое главное, необходимое, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Считается Библией в миниатюре. Библия. Вся святая Библия в этом. Ибо так возлюбил Бог мир. Мы поздаем Бога, Его любовь. Что отдал Сына Своего Единородного, то есть со Святой Троицы учения, уже заложено здесь. Отдал. Это безмерная любовь Божия. Ко мне конкретно. Дабы всякий, верующий в Него, я всякий. Я в это число, свою фамилию туда, имя записал. Меня Он возлюбил. За меня Он умер. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб. О, так на первом месте, чтобы в ад не попал. На первом месте страх Божий. Вот этому надо учить. А то ада нету, души нету, как адвентисты седьмого дня, там, лжесвидетели от Иегова. Это все сектантские лжеумствования. Есть ад. Дабы не погиб, запятая, но имел жизнь вечную. Жизнь вечна на втором месте. Все сходится. Вот это, в этом все. Вся Библия. Это уже в раю умжет. Человеку было сказано, не вкушай, иначе умрешь. Смертью умрешь. Дабы ты не погиб. Вот. А не будешь, что? Послушание Богу, жизнь. Не послушание, смерть. Я тебе предложил жизнь и смерть. Избери. Господь говорит. И вот отвечаю на этот вопрос. Какие материалы необходимы? Но для оглашенных я не готовился. Я просто открыл эти места. Вот сейчас я, смотри, как делаю. Форум убирает. А с форума я перетащил. Теперь закрываю. Выхожу на себе сюда. Где у нас тут главное истинное крещение? Так, вопросы. Какие? Ну, задают вопросы. Где-то у меня это есть здесь. К верующим. Крещение полное. Вот тут я могу открыть его. Крещение-то у нас много выставлено. Ну, то есть, к истинному православию у нас есть книга. К истинному православию. Сейчас я ее найду. Покажу, где она. Вот, смотрите. Захожу в интернет. Вот. И вот наш сайт. Сайт. Вот я его открываю. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вымусы человеческий ненавижу. Закон твой люблю. Псалом 118-113. Слово твое, светильник. Наги мои, свет сези мои. Псалом 118-105. Вот. Православный форум. Нажмешь только сейчас на форуме будешь. Видеоканал. Нажмешь. Вот она где. Жать здесь. Уже на канале. А на канале нашем около 4 тысяч наших роликов. И там по плейлистам видно, где крещение. Все найдет. Все там есть. Вот. Если на форуме, то 1500 тем. Тем. Огромное. Там и крещение обо всем есть. Но вот здесь есть кисленному православию. Вот. Я его открываю. И вот дается, что там эта книга. Слово Божие. Слово Божие. Все извратили. И поэтому, ну, ты там ничего не получишь, что нужно. Я открыл. Не то. Надо снова войти во свет Библии. Вот. К истинному православию. Ты смотри то, что Бог говорит. Вот какие вопросы. Об исповеди. О священстве. Все святые отцы, что говорят. Каноны говорят. На первом месте Библия. Церкви. О посте. О милостыне. Спаси Господи от лжи. От объедения. От пьянства. От забот житесть. Отцы и дети. То есть послушание родителям. О слове. То есть о том, чтобы на русском языке все было. О сне. О благовестии. О семье. О бродобрите. О бакокурении. И так бодрствуйте. О всех искажениях православия. Божий храм и торговля несовместимы. А я вам говорю. Любите врагов ваших. То есть что значит любите. То есть оружие не брать и не давать присягу. Это все писание новозаветнее говорит. Гордость папства. Человеку убийства и ложь Ватикана. Фатимская весть. Трагедия или надежда. Пояснение о том, можно ли обращаться в гражданский суд. Размышления по поводу определения собора. Размышления. Ну и так дальше. Покаяние. Обращение. Приблизительные вопросы к оглашенным. Вот нашел. 412 страница. Вот она. Что потребуется. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос. Почему и спрашивайте себе крещение. Подробно о причине. Когда это желание появилось. Уменьшилось ли оно. Твердо ли. Почему именно здесь решили принимать крещение. То есть у нас. Обещайте все оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви. Это написано было тогда. Более ранний период. Книги-то. Даже книги. Это уже больше 10 лет. Но она переиздавалась. Какие нарушения в религиозно-нравственном отношении были за время вступления в число оглашенных. Только это интересует. Соблюдали ли посты среды, пятницы, последний великий пост, целиком ли готовились, постились. Третье. Обрели свободу во Христе Иисусе от домашних своих родителей, супруга, соседей. По работе. Всегда посещать богослужения нашей Церкви не менее двух раз в неделю. В субботу, вечером, воскресенье, на ритургии. Всегда ли вы ходите из храма, привозався оглашенные из едите. То есть если готовитесь, немедленно это выполняйте. Обещайтесь и сохранить всеми силами свободу во Христе во всем. И особо на посещение богослужений. Вера в душе, как говорят, это смерть. Она есть неприкрытая отречения от спасения, от движения вперед вверх. Дальше. Твердо ли обещайтесь исполнять написанное в Библии. Каноны соборов, книга правил. Устав нашей общины в церковной дисциплине в 12 пунктах. Это потом отдельно можно тут увидеть на сайте. Обещайтесь ли быть живым свидетелем о смерти и воскресении Христа, приобретать души для Христа, для Царствия Небесного, проповедь, свидетельство и жизнью, и словом, везде тайно и явно. Разрешили семейный вопрос, зарегистрированы ли? Если да, то супруг супруг является законным, и до смерти его и ее не имеешь права соединяться с другим. Ваше отношение к людям с двойным дном, к наушникам, сиксотам, разношающим тайну, грех Иуда устрашает ли? Пишите ли стихи, рисуете ли? Что и как. Слушаешь ли сатанинскую музыку? Ведешь ли дневник? А зачем это? Ну, просто знать человеку, а кого принимаем-то? Ну, кто такие вопросы будет задавать сегодня в храмах-то? Да они не знают этих вопросов. Веришь ли с нам, приметам? Норма ли по времени на сон норма? Не более семи часов вставать рано? Какая трата на еду? Упражняешься ли постоянно в милосердии, плюс подаяние милостыни? Ухаживаете ли за больными? Посещаете ли больных? Участвуйте ли в похоронах, в поменках? Порвали ли с вредными и безбожными друзьями? Вочи ли отче наш, верой, достойной есть Богородица? Обещайтесь ли слушаться, подчиняйтесь своему духовному отцу и наставнику во всем, что касается спасения? Готовы ли советуются, обращаться к нему с разъяснением, поставить под контроль все свои поступки, поездки? Да нигде этого нету, нигде, это только у нас есть. Но вы можете себе взять. Что интересно, когда к нам приезжают с детьми священники, очень знатные такие, всем нравится, все это фотографируют, мы у себя это все ведем. Тут это другое, есть 16 правил, пунктов, как правило, дисциплина в церкви должна быть, там не оборачиваться, не покидать богослужения, не пропускать, ну все абсолютно. И ни один, ни один не выполнил за полста лет. Это невозможно, абсолютно невозможно выполнить. Почему? Начинать надо не с этого. Начинать надо с того, что храм надо закрыть на замок. Все должны выйти и начинать во дворе учить людей, а потом, которые покаялись, по одному заводить. Это будут послушные чадо. А теперь каждый будет трудиться. Дальше. Обещайте, если слушаться, поставить под контроль поездки. Десятое. Своими или руками добывайте на пропитание? Руками. Или все время тянет коммерция, коммерция в начальники, руководители. Не иметь и от внешних порицаний, не кричать во гневе раздражения. Дальше. Одиннадцатый. Не надмивайся, не превозносись. Бойся слова «прелесть». Прелесть. У нас слово это не употребляется. А это главное слово у патриархийных. Прелесть. Что бы ни сказал «прелесть». Самая большая прелесть была от Христа, если по их рассуждать. Что я Бог, я прощаю. Евреи это ставили ему в вину, и ты, человек, оделаешь себя Богом. Не гордись, что тебе все легко, и уже в тот грех не впадешь. Святые отцы советуют никогда не встречаться с теми, поворачиваясь с ними, с кем имел грех, особенно плотские соютия, то есть блуд. Беги из этой местности, не ходи и мимо того места, беги и не оглядывайся. Дьявол будет искушать мыслью спасти своего партнера, блудника, засвидетельствовать ему, жалеть его будешь больше себя самого. Беги от таких мыслей. Совместно ли квартира, дача, дело, дети ли, все это не стоит разговора, если это несет себе смерть души. Уповай на Господа, беги от греха, беги прочь. Воспитание детей доверься Господу. И все методы воспитания, принятые от людей, если они вопреки Библии, почитают за ничто. Не бойся мнений людей. Кто что скажет. Раб чужого мнения не угоден Господу. Желаешь обелить себя в очах Божьих, позволь очернить себя в глазах людей. Мнение людей не верующих, это то же, что крик вороны, жужжание жука, пискомара, святой Анзотоуст. Если работа греховна, времени перемени ее, уйди из учебного заведения, если работа будет не по Евангелию. А потом пишут заявление о крещении. Я, уверуя в Господа нашего Иисуса Христа, принимая Его как моего спасителя, добровольно желаю принять святое крещение, восставление грехов и быть членом святой православной церкви. Прошу внести меня в число оглашаемых, готовящихся к крещению, обещаясь исполнять святые евангельские заповеди и посты православной церкви, и все, чему научаюсь на подготовительных занятиях, согласно Слову Божию. И правил святых соборов, и святых отцов церкви, и бесспорно соблюдать правила церковной дисциплины. Я говорю 16. Мой возраст, адрес проживания. Вот. Согласно Слову Божию. То есть, все, что говорят святые отцы, жития святых, каноны церкви, все поставь под Слово Божие. Если это не так, не бойся любой канон, он мертвый. Его подписали. Он не от Духа Святого. Он не может быть вопреки библейского. Люди никак не могут понять. А как вы говорите, ни одного канона не нарушаете? Мы его не нарушаем. Его нету. Его просто нету. Я стал смотреть в более древних иосифовских списках. Его вообще нету. Все изменили. Это никоновская реформа, погубившая Россию. Сегодня даже не знают, что Господи, владыка живота моего, все поклоны ложи 16 в землю. Там написано, сребролюбие. Не дашь мне дух. Сребролюбие. Выкинули. Почему? Они сребролюбивые попы. Взяли выкинуть. Как можно выкинуть? Агнашенные из идити во многих храмах не считаются. Ну и все. Фамилия, адрес, поживание. И дальше поручители. Два поручителя. Я сейчас возвращаюсь. Сразу здесь надо убрать. О чем мы говорили. Какие материалы? Второе. Человек, который совершил смертные грехи и не понес эпидемии за грех аборта. Десять лет правила Василия Великого Второго. И другие. По решению попа причастился. А срок давности после генеральной исповеди уже более десяти лет. Ну, понятно. Вот пишет мне. Вот что такое чаще причащайся, чаще исповедоваться, причащайся. Это смертельная ловушка. Придуманная. Придуманная. Она не евангельская. Один раз в жизни причастился, этого хватало. Церковь установила четыре раза в год. Как установила? Практика России. Вся Россия на этом стояла. Они неподготовленные идут. И потом многие больные немало умирают. Умирают. Совершенно не готовы. Вот мне пишет молодой человек. Я только исповедовался. Батюшка причастился. Ну и на этой же неделе с друзьями опять пирушка. Опять впал в блуд. Это семь лет отлучено от церкви. Опять пошел, исповедовался, причастился. Опять впал в блуд. Вот этот Максим Степаненко, тогда он был как председатель миссионерского отдела в Томске. Он говорит, женщины, которые без мужа наживают детей, это бэ. Ну, чтобы понимали, это литературное слово есть блять. Оно прямо в церковных книгах написано. И вот это, как у нас это блядство, полностью заполонило церковь. Они стоят-то все эти самые бэ. И причащаются. За обор 10 лет. И вот она говорит, по решению попа, она причастилась. Он гонит их в смерть. А если не накладывать эпитемию, златоуст говорит, гибнет, кто причащает и кого причащается. Ясное дело, что это не от Бога. Чтоб гиб священник и гиб кого причащается. Сегодня я называю церковь состояние в большинстве. Это не кладбище, а скотомогильник. Почему? Когда я не разумел заповеди, как скот был пред тобою. Давид говорит, 72-й псалом. А дальше Господь говорит, я пришел к погибшим в обстанном израсте. Ну, погибшие лежат, дохлые в скотинках. Что это? Это скотомогильник. Люди ничего не знают. И поэтому так попы лютуют на меня. Меня могут убить, говорит. А почему? Почему Христа распяли апостолов? Потому что говорим правду. Я делаю такое сравнение. Допустим, человек взламывает магазин. Ну, ювелирный. И в это время машина разворачивалась, его осветили. Люди увидели, что он ломает замок, кинулись, схватили. Он все время помнит, его осветил. Кто его осветил? Это вот моя роль. Я стал читать, писать об этом. И попы меня люто возненавидели, что я осветил их безобразие. Они безбожники многие. Нарушают все, что можно нарушить только. В 48 главе 10 стихе Ереме написано. Проклят, кто делал, Господь не делает небрежно. Посмотрите, как венчают. Вам, если непонятно, посмотрите. Идут сзади, держат венцы. Не надевают на голову. Не надевают. Венчания-то нету. Бракосочетание есть, а венчания нету. Какое венчание, когда... Ну, получил человек венок, там, лавровый, победа ему. Или знак какой-то. Ему не над ним. Подержали, помахали, как Хаджан Астридин говорит. Ну, нельзя это делать. Даже трогать нельзя ничего. Все гнилье сегодня в церковь собралось. Раньше 10 лет допустил... Что можно сказать? Считай, что ты не крещеный. И тогда все это ушло. Но теперь я могу направлять только к священнику. Когда ты примешь правильное крещение. Что готовишься к крещению, и он тебя причащал. Ну, тут отвечать-то не на что. Все кверх ногами поставлено. Как ты могла причащаться, а теперь готовиться, что ты не крещеная была? После генеральной исповеди. Третье. Нужна ли повторная генеральная исповедь в 7 лет? Нужна. Считается так. Конечно, это неприятно. Бог простил. Но хорошо, мы приходим к врачу. Бывает личный врач. Ведь на тебя медицинская карта. Врач должен лечить тебя внутри. Болит. Он должен знать, а что до этого было. Так я это уже врачу тому говорила. Тому говорила, мне не говорила. Для Бога это не надо. Тебе грехи прощены. Так это надо. Не надо. Ну, считалось, что надо. А сегодня, раз священник не занимается, просто накрывает. Ему не надо. Не нужно это генерально. Если ты перед крещением, вот у нас, допустим, они заходят отдельно, исповедуется все. С него все смывается в крещении. Встань, крести себя, мои грехи твои. И больше никогда об этом не вспоминай. Господь говорит, возьму твои грехи и брошу за хребет себе. Не нужно. Четвертое. Десятину платить после истинного крещения. Повторяю, истинное крещение, это когда человек принял Христа своим личным спасителем. Личным. Это не баптистское выражение. Это Ян Златоуст говорит. Присвой себе, это лично твой спаситель. Или начинать платить до него. До него. Как только услышал, и сразу плати. Сразу. Потому что ты шводишь в храм. Это на содержание священца. Где вы бываете? На сегодняшний день, думаю, это главные вопросы для большинства обманутых людей, которые заботятся о своем спасении. Я возвращаюсь назад. Кто это задал? Елена Морозова. Низкий поклон вам. Откуда она, Елена Морозова? А зашла, главное, на форум. Она, значит, на форумы бывает. Эти вопросы священники не задают. А эти вопросы очень важны. Потому что у вас моченых никого нету. Икрапленных. Моченых-то нету. То есть написано обливательное крещение. Обливательного нету. Это придумали люди. Это для больных или в тюрьме, которые. Все. Или плененые в степи у татар. Три пункта. И как? Раздеть его? И три ведра на него вылить. Полностью. И на таких еще и в священники ставить нельзя. Правило гласит. Вот вопрос второй, третий, четвертый. Я на них отвечаю. Большинство людей обманутых. Для большинства людей обманутых. Посмотрите. Как я выделяю специально это вам. Для большинства людей обманутых. Для большинства обманутых людей. Где их обманули? В церкви. Пока не ходил в церковь, его совесть мучила. Я что-то сделал. Сделала аборт. Дети снятся мои. То другое. Но пошла в церковь. Он дал ей 40 поклонов. Там на два дня. Нет эпидемита никакой. И она успокоилась. Она после этого еще 10 абортов сделает. Понимаете. Вот когда я говорю. А ты не любишь. Так я люблю священников. Там монахов. Но я стараюсь для них показать путь истины. Они его не знают. Люди чуждые. В священники никого нельзя ставить. Пока он не будет знать на зубок шесть слов. Я на златоусте о священстве. Кого ставить? Они не знают. И чтобы они в ужасе бежали от мысли стать священником. Что об этом Григорий Богослов говорит. Ироним Леонский. Иоанн Златоуст. Как они говорят. А священники сегодня чем занимаются? Я говорю. Вот. В 333 раза больше христовой литургии. А Христос-то что? Вот. Дал хлеб. Тело. Плоть моя. Все. Слова закон. Дальше. Дал чашу. Пейте из нее все. Все кончилось. Вся литургия. А сегодня не знаешь чего, где. Люди-то главное. Если бы знали. Они еще не знают. Если бы она была литургия переведенная. Там укороченная. На русском языке с разъяснением. Она все на месте. Литургия нужна. Но не такая, которую никто не понимает. Я вот о чем говорю. Монашество нужно. Я за монашество. Одной рукой и второй. Но без обетов. Если случилось, что он нашел пару себе, пусть женится. Но жить одному лучше. Ты не женат и заботится о Господнем. А теперь на место Господа жена. О мирском. Как угодить жене. Есть разница между замужней и не замужней. Я за то, чтобы не выходили замуж. Как Павел говорит. Но не давать обетов. Не связывать этим. А потом нарушают. Людей запечатали за стену. Они не идут на проповедь. Вот она возникла мусульманство. Фашизм, коммунизм. Попыта понимает, о чем я говорю. Поэтому они так лютуют. Узнал о нас тут один. Это уже много. Уже проходит лет. Вот. Как его там звать, даже не знаю. Порфирий. Вспомнил. Я романах. А то потеряю. А что с ним разговаривать? Пойти да сжечь там все. И все. И архиерей знает. И он его не запретит. Почему? А то его. Я считал в Комсомольской правде, там исследование. Самая страшная мафия, это церковная. На что они? Вот. Святой Венедикт. Монахи. Решили отравить своего аву. И яд вложили в просфору. Но дальше, говорится, ворон прилетел, и эту просфору унес в пустыню. Кто видел, куда ворон улетел? Ну, более жестокосердного, ну, ничего нельзя придумать, что придумали. И считаешь, вот, ну, Хсава, священный монах. Поднялись против него 70 монахов. И как убить? Убить они? Они не будут что-то этого, только убить. Убить его, и все. Но пошли к нему с кирками, с лопатами, заблудились в пустыне. А потом не получилось убить. Тогда отделились. Отделились. Надо же организовать хозяйство голодное. Он им посылает целый караван. Хлеба там, проса, что там есть. Они увидели, о, лицемер, еще. Он им живительное посылает. Так это с похомием было такое же, с Иоанном Златоустом. Вот представьте, мы говорим, самый плодовитый из всех святых отцов Иоанн Златоуст. Его введение, житье прокло. Когда он в рай, ему оказан был рай, он там Златоуста не увидел. И он опечалился. Почему его нет? Он говорит, нет, это один человек только, который прямо перед престолом Божьим находится. Прямо перед престолом Божьим. Это житие святого Прохла, ученика Златоуста, его бывшего секретаря. И что его свергают. Епископы голосуют против него. Приезжает патриарх Александрийский, Феофил. Стариста Евдоксия, женой Аркадия императора, свергает Иоанна Златоуста. Ссылает в ссылку. Кого? Подумайте, кого? И что дорога его подстерегают монахи убить. Это написано в третий том творения Иоанна Златоуста. Епископ Фаретрий. И тогда притарианская гвардия была. Ну, это все-таки пятый век уже был. Ну, какая гвардия была там, видимо, самая сильная мужесть. Они говорят, лучше попасть в руки и саврян. Ну, по сегодняшнему бы, если тогда не было магометанцев. Попасть этим Игилу в руки, нежели этим извергом. Златоуст всегда не погиб. И они засаду сделали в горах. И его там приняли, где закрыта эта стена была. Так они сжечь хотели его, Иоанна Златоуста. Это все монахи. Вот почему Иоанн Златоуста пишет, евангелист Лука, 20 глава, 29 стихи, Деяния апостолов. Павел говорит, восстанут лютые волки, не щадящие. Слово лютые волки встречается в Библии только один раз. Посылают как овец среди волков. Это все иудеи, язычники, все волки, кто против христиан. Все. А лютые волки, это только епископы и священники. Иоанн Златоуст говорит, никого так не боюсь, как епископов. Вот пришел Феофил, чтобы знали, какие мы православные. Православный патриарх. И что, ему он уже услышал, что братья долгие, три брата, высокий рост, там прозвище долгие. И они за Златоуста где-то заступились. Он потерпеть не может. А церковная мафия во главе с патриархом. И он нанимает воинов, дает им выпить, по пустыне пройти, где они там, найти. И они пошли. И как они пошли? Заходит в маленький монастырек. У вас есть братья долгие? Нет. Выдать их? Нет. Уничтожить. Всех уничтожили. В пустыне идут. Уничтожили, зарезали, по указанию патриарха, 10 тысяч человек, монахов, которые в пустыне. Вот как они любят монашество. Главная власть – это епископы, патриарх. Самая страшная личность, говорит Иоанн Златоустый. Это же было всегда. И они гоняются за мной, а тебя убьют. Тебя убьют, если я не буду. То есть, чтобы я стал другим, тогда они меня не убьют. Тогда меня и не будет. Мой духовный богат, что я говорю, я 53 года сохранял, защищал. То есть, они прямо покушаются на мою жизнь. Я прошу всех помолиться. Если Богу угодно, если Богу угодно, да буду я жертвой для моего Бога. А поношение их, Давыд сказал, когда поносил его семей сын Геры. Может быть, Бог призрит на это поношение, что-то мне простит. Я просто объясняю, что. Когда он бежал от авиасолома сына своего. Вот смотри, как кошка под локоть лезет, под мышку. Гляди она. Гляди. Вот почему она так лезет? Потому что у кошек какая-то реакция на валерьяну. А валерьяна это сердечное лекарство. А когда человек что-то переживает, потеет, самое главное, у него потеют ладони и под мышкой. И вот эта валерьяна, видимо, там откладывается, то, что сердечное переживание-то. И она всегда залезет, у меня костюм висит, так она нос туда засунет и сидит, кайфует. Это я так подумал. Может быть, не так, но главное, что связано. Перед чем она теряет сознание? Перед валерьянкой. Карты орут там. Это я попутно. Сегодня самая большая озлобленность на того, кто осветил, поворачивался, увидел, что они взламывают все церковные хранилища и разбирают по себе. Я скажу, что наших материалов в интернете никогда не было и нет. Их книг, какие у меня вышли, 38 книг, их не было, таких книг. Их нету. Нету. Самое маленькое я возьму, у меня все оригинальное. Почему? Господь сделал у меня стихотворение, 9 куплетов по 4 строчке, 9 и 4, 36 строчек. Напротив каждой строчки есть стихи, местописание, откуда взяты мысли. Нет таких стихов, в природе их не было. А сейчас говорят, ой, как красиво, и другие начинают выискать, а ничего не найдут. Ну, шорох, платье, Евгений, Евгений, что он там найдет-то? Пустота одна. Итак, я отвечаю. Главные вопросы для большинства обманутых людей, которые заботятся. Которые заботятся, если они заботятся. Если они заботятся, тогда да. Вот, допустим, я сейчас вернусь, посмотрю. Так, это книга, содержание, Слово Божие, Библия. Вот сейчас хотел найти. Предисловия-то, наверное, у меня и нету здесь. А-а-а... Так, и Слово Божие, нету. Ну, а почему нету-то? Это... Володя, достань-ка к истинному православию книжку. Я это не думал, что предисловия-то тут нету. Я же это делал, и я пропустил. Посмотри, сюда, Никита. Туда-то показал ему, где он достает. Покажи на книге, что-то так это неактивно. Вот он достает. Вот берет книгу. Посмотри книгу. Я не знаю, видно, нет? Да. Вот. Это моя книга. Это... Я сейчас прочитаю. Вот, смотри. Видите, какое оформление. Вот оно какое. Барнаул, 2007 год. Ну, тут, не знаю, сумеешь ли ты показать. Видите, как. Сначала крест восьмиконечный. Володя, иди, прочитай, я не вижу. А ты показывай... Просчитай предисловие к этой книге. Книга, сколько страниц сначала? 480. 480. Ну, прочитай. Слух. Давай. Материал для этой книги собирался... Вот это. Ты почему не считаешь? Издание второе и дополненное. Второе и дополненное. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу, главному редактору газеты Алтайского государственного университета за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. Так я поставлю, у меня руки трясутся. Так дальше, считай. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам МД... Московской Духовной Академии. Библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со времени блаженного Иоанима Стридонского... Умершего. Умершего в 420 году в православии не появлялись материалы такого рода. Почему я на него сослался? Потому что он написал о нравственности священства. Никто никогда не писал такого. Язычники от руки переписывали. От него отвернули все друзья. Ты что сделал? Ты мать церковь поносил. Мать церковь сегодня трясутся. Да, она мне не мать. Я от этой мачехи получал только одно. Угроза непрерывная, поношение, ядовитая слюна. Бочками на меня катили. А теперь, кто Иоанима гнал, никого нет. А он остался. Самый почитаемый на Западе святой. За перевод, конечно, Библии вульгата на латинский язык. Дальше. Сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Вы понимаете, какой страшный вывод напрашивается. Мы читаем Деяния апостола, 28 глав. Потихоньку, медленно читали. Мы не нашли ничего, чтобы к нас касалось. Почти ничего. Может быть, это кромочка какая-то. Как будто бы это... Дальше. Считай. Создана совершенно новая религия. Возврат к первоистоку возможен для тех, кто еще жив. Если есть покаяние за отступление от Библии. И дальше еще тут. Лапкин, Геннадий Иванович... Вот это что, вот этот значок, видишь какой? Это означает, ответственное за написанное ложится на меня. Это не просто значок. Если никто не знает, вот этот. Выдели его. И дальше. Ну, здесь адрес, телефоны, все дается. Эта книга, вот она. Теперь смотри сюда. Вот она где. На, положи на место, Володя. Ну, адрес-то сейчас другой. Адрес другой. Вот, посмотри, он как лезет. Погляди на него. Лежат наши книги. Их все время у меня запрашивают, высылают. 90% книг у меня. Бесплатно для библиотек. Практически. А остальные 10%, а всего 3000 экземпляров, допустим, это. Остальные по тысяче. Эти я продаю. И показаны цены какие. Они в два раза дешевле стоимости издания книги. Вот оно все здесь есть. Так. Я возвращаюсь к задавшей вопрос Елены Морозовой. Елена означает факел. Свети Морозова дальше, чтобы люди не замерзли. Растопит Господь вашим факелом. Все, не веря в храмах и в стране нашей. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Если бы она не задала вопрос, не было бы вот этого ролика. Это по ее просьбе. И всегда заканчивается одним. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok